Добрый день, дорогие коллеги! В этом видео передачи обзор рынков Свисквод. И с нами сегодня наш коллега из Калининграда, трейдер и управляющий активами Андрей Малевич. Андрей, приветствуем вас. Приветствую, Игорь Николаевич. Приветствую, коллеги. Как вам сегодняшний день? Мы немножко заснули на прошлом часе. Каким ожидаете следующий час? День и неделю. Вам слово. По часам не торгую, по дням торгую, по четырем часам тоже торгую, в неделю смотрю. Также напомню, Андрей, что сегодня у нас среда, то есть день кроссов. Мы ожидаем от вас кроссов, правильно? Все верно, да. Сегодня мы поговорим по кроссам, мажоров касаться не будем. И напомню, что мы по кроссам работаем также три паттерна. Это отбой, сложный, ложный пробой, ложный пробой. Но позиции входим на основании системы математики пробоя. Вот. Для нас там самый главный импульс. То есть импульс является основанием для открытия и формирования какой-либо позиции. Ну, давайте непосредственно перейдем уже графиком и посмотрим на цены, что у нас есть интересного и вкусного на сегодняшний день. Вот. В принципе, рынок достаточно интересен. Моменты есть, заходить есть где. И откуда формировать позиции тоже есть где. На данный момент перед нами фунт иена. На мой взгляд, пара интересна. Интересна она со стороны продаж. В общем и целом, я вижу, что мы находимся в среднесрочном растущем тренде. Но меня это не спущает. Мы уже пятый день к ряду бьемся возле уровня 103.86. Видно, в принципе, медвежье поглощение. Видны удары в этот уровень. Я думаю, в ближайшее время от верхней грани скажем так долгосрочного падающего тренда в общем-то, можно формировать позицию к уровню позицию шартовую к уровню 140.97. Несмотря на то, что мы находимся в среднесрочном растущем тренде, я его рассматриваю как локальный тренд. Ладно, все-таки делаю упор на долгосрочный падающий тренд. И в общем и целом, я думаю, что отсюда нужно будет формироваться в шарты. Вот. Значит, сейчас так схематично по-быстрому накидаю, чтобы это было видно. То есть, я думаю, может быть движение еще в сторону уровня. Удар по уровню. Далее заход за уровень. Ретест. И дальше поход к уровню 140, как я говорил, точка 97. То есть, вот такой разворот событий я жду от этой валютной пары. К нижней грани среднесрочного растущего тренда. Но это как минимум возможно. Пойдем еще и ниже. Вот. К 200-дневной скользящей средней. Далее. Фунт канадец. Фунт канадец. В принципе, ситуация чем-то схожа. Мы стоим возле важного уровня, такого круглого уровня 1.7088. Вот. И, в принципе, оттуда я тоже вижу сигналы к тому, чтобы формировать тоже позиции в шорт. В принципе, покупатели уже долгое время находятся в консолидационном движении. Пытаются взять уровень, как я говорил, 1.7088. Я думаю, еще какое-то время мы здесь будем находиться, но потом будет движение вниз. К уровню 1.6854. Вот. Ну, естественно, надо будет заходить тогда, когда будет виден импульс хорошего медвежьего поглощения и на отскоке, на ретесте уже надо будет формировать свою позицию. Далее. Фунт франк. В принципе, вышли из среднесрочного растущего тренда. Сейчас находимся, скажем так, в краткосрочном падающем тренде. Угол движения цены направлен вниз по данному инструменту. И тестируем сверху, снизу вверх, тестируем уровень, такой достаточно круглый уровень, важный уровень, 1.2700, который не раз выступал в роли поддержки, в роли сопротивления. Здесь, видите, у нас было такое длинное консолидационное движение, но над уровнем, извиняюсь, вот так вот будет видно. Вот оно, все вот это консолидационное движение. Взять мы его не можем, точнее, не могут взять его покупатели и, скорее всего, не возьмут. Вот, поэтому я думаю, от этого уровня по краткосрочному падающему тренду будет движение в сторону шартов, то есть примерно как-то вот так вот сюда пойдем. То есть от уровня примерно 1.2700, такой магический круглый уровень, и примерно вниз к уровню 1.2442. Вот, в принципе, вот какое-то вот такое движение ожидаю по данному инструменту. уровень, я хочу сказать, что достаточно сильный, он зеркальный, он выступал в роли и поддержки, в роли сопротивления. На нем были мощные консолидационные движения. Вот, еще раз повторюсь, вышли, в общем-то, и уже с другой стороны его пробуем на прочность. Ну, скорее всего, не возьмем, с вероятностью, скажем так, 85-90%, и, в общем-то, движение, я думаю, состоится. Еврокат. Так, по данному инструменту мы находимся и в долгосрочном, и в среднесрочном падающих трендах. Угол движения цены направлен вниз. Сигнал, в общем-то, к открытию позиции был уже на той неделе. Вот здесь он был, вот тут он был. Вот, в общем-то, уже сходили, но я думаю, еще будет возврат к уровню 1.4558, и, в общем-то, пойдем еще раз на ретест уровня 1.4460. В общем-то, инструмент, как я вижу, находится в боковом рейнже. Вот я его вижу таким образом. Вот этот боковой рейндж, консолидацию, я, как думаю, нужно отрабатывать по краям. Ну, это тот, кто отрабатывает боковые флэки. Ну, в общем и целом, если его отрабатывать, то надо отрабатывать в сторону шартов, так как и один, и второй тренд смотрят вниз, и, в общем-то, инициатива на стороне продавцов. Австралиец иена. Ситуация, в принципе, схожая с предыдущей парой, хотя между ними ничего общего вообще нет, но на данный момент мы находимся глобально в долгосрочном падающем тренде, видите его. Среднесрочно растущий тренд я считаю сломлен, с него котировку выводят, уже практически вывели. На мой взгляд, нужно дождаться отскока к достаточному важному уровню 76.14. Здесь дождаться какого-то консолидационного движения и от верхней грани краткосрочного растущего тренда формировать позиции в шорт к уровню 74.25. То есть примерно как-то вот так. Все это дело можно в принципе рассмотреть тоже в виде такого в виде бокового рейнджа вот такого вот и в принципе отрабатывать надо от верхней грани этого этого консолидационного движения. франк франк йена так ну на той неделе я по нему говорил, что отсюда нужно формировать позиции в шорт котировка ушла и на данный момент неинтересно до тех пор пока не вернется к уровню 114.34 инструмент находится в среднесрочном растущем тренде пока не интересен будет интересен только в тот момент когда вернется к 114.34 так это у нас фонд доллар евро фунт евро фунт ну тоже в принципе можно сказать что инструмент уже ушел вот на той неделе я говорил что от уровня 0.85 56 0.85 64 нужно рассматривать инструмент в шорт но он уже начал свое движение будет интересен в том случае если на ретесте обратно вернется к уровню 0.85 63 отсюда можно будет конечно попробовать его отработать в шорт новозеландец иена инструмент ушел на той неделе я про него говорил что надо отрабатывать его по шортам австралиец новозеландец ушел евро иена тоже ушел ну в принципе пока больше ничего нет вот то что есть интересно я сказал в принципе это все можно отрабатывать вот так вот быстро Игорь Николаевич я сегодня все закончил я понял вас прям в моменте можно сказать да да я сейчас там сейчас там вас устроит как бы женщина там раздуль я чувствую да это у меня в офисе тут строитель я же занимаю офис тут еще консалтинговая компания я понял я понял ясненько не ну вас еще по боже у меня ремонт регулярно делают поэтому вы еще легко отделались это у них рабочие процессы с утра они тут с прорабами со всеми делами тут они строят многоквартирные высотки поэтому карусель такая постоянная это нормальное и оснований для поругаться у них хватает это постоянно это понятно андрей естественно мы для этого собираемся чтобы услышать те идеи которые сейчас интересны и которыми мы можем позаниматься так что сколько есть идей столько мы и рады услышать сейчас завершится эфир чем продолжите заниматься что-то вас привлекло что-то будете дальше смотреть на предмет купли-продажи или пойдете погуляете по берегу Балтийского моря нет ну по берегу Балтийского моря это у нас суббота воскресенье рабочие дни мы работаем поэтому в общем-то ну для меня интересен фунт фунт иена доллар иена фунт австралиец вот я буду отрабатывать я понял то есть вы займетесь конкретно этими инструментами на предмет купли-продажи как себя ведет робот работает ли он у вас в моменте да работает сегодня делал сделки сегодня открывал закрывал по евро еврофунт в лонг в лонг отработал отработал заработал да замечательно ну все тогда вы вступаете в соревнованиях с машиной то больше заработает сегодня не я никогда не соревнуюсь трейдинг такое дело что в нем соревноваться это очень опасно я понял ну во первых машина все равно выиграет ну как бы она быстрее нас в любом случае но надо понимать что в машине все равно вложен интеллект трейдер естественно она работает по вашей логике просто производительнее быстрее для этого она и создавалась ясненько Андрей поняли вас спасибо вам большое за ваш обзор и комментарии по практике торговли вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня спасибо Игорь Николаевич всем попутного тренда и профитов спасибо до свидания до свидания спасибо